В этом году завод «Контактор» планирует полностью освободить помещение в центре Ульяновска и переехать в новое здание в Заволжской промзоне. Как будет выглядеть в дальнейшем третий корпус завода, который фасадом выходит на улицу Карла Маркса, над этим вопросом предложили подумать участникам первой международной арторезиденции креативных индустрий. Архитекторы в течение трех дней разрабатывали архитектурную концепцию объекта как будущего креативного кластера города. Чтобы они ближе познакомились с возможностями места и пространства, им провели экскурсию по заводу. Собственно, сейчас проводим, рассказываем, объясняем какие-то нюансы, те задумки, которые у нас изначально были, потому что проект уже смыслового, так скажем, прорабатывается более полутора лет. Поэтому хотелось бы ребят с свежими, так скажем, мозгами, с каким-то уже, может быть, отчасти и профессиональным взглядом, так как либо учатся, либо практикующие архитекторы, соответственно, грубо говоря, чтобы они взглянули на это по-новому. Сегодня на заводе по-прежнему функционирует инструментальный цех. Его планируют перевести в промзону Заволжья в последнюю очередь. Его площадь составляет около трех тысяч квадратных метров. По словам кураторов, направление на это помещение – большой спрос у резидентов. Как сказал Кирилл Валов, этажи с третьего по пятый станут пространством, объединяющим искусство и технологии. Его хотят освоить десятки резидентов – представители IT-отрасли, архитектуры, музыкальной и модной индустрии, лёгкой промышленности, медиа и инвент-отраслей, ремесленники, фото- и видеолаборатории. По задумке и предварительной договорённости, айтишники займут весь пятый этаж и будут использовать крышу с хорошим видом на историческую часть города. Основным экспертом направления архитектуры и урбанистика арт-резиденции стал Михаил Приёмышев. Он приехал в Ульяновск из Череповца, где руководит отделом благоустройства городской среды. В прошлом – художник-урбанист. По его мнению, прежде всего, созданию надо снять панцирь восприятия «Контактора» как завода. Для «Контактора» сейчас основная задача – создать некий сценарий деятельности и пространства. То есть не просто придумать красивую архитектуру, какой-то дизайн, а дать всем будущим резидентам, участникам, архитекторам вообще направление, как можно развивать это пространство. Не просто дизайном, красивыми какими-то декорациями, а именно деятельностью. Кураторы поставили перед молодыми архитекторами задачу посмотреть на завод через другие рамки. Не просто как на какую-то индустриальную машину, а найти его интересные стороны, фактуру и затем зафиксировать всё на бумаге. Приехало много людей из разных городов. Им всем интересна тема креативных пространств, кластеров, потому что, мне кажется, Ульяновск – это, на мой взгляд, ведущий город и область в этой теме. Потому что я занимался тоже креативными пространствами. Мы запускали креативные пространства «Горизонт» в Димитровграде, третье место, сеть креативных пространств, третье место в малых городах и сёлах Ульяновской области. И вот сейчас мы занимаемся «Контактором». Среди гостей артрезиденцией была директор школы креативных индустрий Северокавказского федерального университета Алена Садыкова. Как она утверждает, Ульяновск прославился тем, что после Москвы и Питера являются первым в России по качеству заявок именно в сфере креативных индустрий. По помещениям, конечно, здесь пространство очень классное. Если здесь, правда, дадут доступ представителям креативных индустрий, а особенно если включится, например, Минэк с его возможностью какого-то финансирования, и не просто финансирования, а налоговых льгот, как в технопарках, это тот вопрос, который мы прорабатываем на своих территориях. Тогда, конечно, для резидентов это может стать очень интересным проектом. Ранее в одном из интервью глава города Дмитрий Вавилин сказал, что в планах полностью снести все объекты завода, кроме двух зданий. Корпуса, который выходит на улицы Карла Маркса, и здание лаборатории, так как уникальное оборудование перевести невозможно. На освободившейся территории построят новый комплекс. Ирина Антонова, Управда ТВ.